Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скажу сразу, поскольку я не настоятель, меня эта тема никогда не касалась. Она касается только настоятелей. Но, в принципе, да, я слышал о том, что когда там бывает архиерейская служба, то после нее настоятель дает, как говорят, благодарит и владыке, и тем, кто с ним ездит. И про некоторых владыки я слышал, что они сами не берут, но их призные, они не отказываются. Но все это я слышал про городские храмы. И, в принципе, если говорить про какие-то богатые московские храмы, то, наверное, для них это и особо не проблема. Но, честно говоря, мне и в голову не могло прийти, что это касается и сельских храмов. Что такое сельский храм? Священник на селе – это самая бедная часть священства, которое вообще, в принципе, может быть. Прихожан мало, количество их сокращается в силу того, что вообще количество жителей деревень сокращается у нас в России. И те прихожане, которые есть, бедны. При этом настоятель должен изыскать средства и на то, чтобы оплатить коммунальные услуги храма. А наше государство, многие не знают, думают, что там государство деньги церкви дает или еще что-то такое. Наше государство берет с храмов по тарифам тем же самым, с которыми берется предприятие оплаты – электроэнергии, тепла и так далее. И вот это все нужно оплатить батюшке населия. И при этом есть еще налог епархиальный. Об этом я уже рассказывал в одном из своих прежних видео. И вот, ко всему прочему, также еще и визит архиерея, который является, скажем так, мягкой нагрузкой на храмовый бюджет. Если еще учесть, скажем так, нравственное состояние значительной части окружения, то, на мой взгляд, многим сельским батюшкам, если не всем, вообще можно памятник прижизненный ставить. Но помимо сельских батюшек, которые вот в таких условиях трудятся, ни на что не жалуются, не уходят ни в какие-нибудь помины и так далее, есть и другие батюшки. И вот здесь, как раз на этой аудиозаписи, мы слышим такого представителя духовенства, за которого крайне стыдно. Ну, давайте вот послушаем. Не уверен, там все ли нам стоит слушать, но, по крайней мере, значительные отрывки из этого разговора. Ну, вы мне скажите, вот, а что вы так обижаете людей? Почему? Вы не догадались? Вы ничем не обидели? Вы все сделали правильно? Подумайте, вы не глухой человек. Ну, вот вы благодарите людей, за то, что они приехали к вам в службу. Вы знаете сумму хорошо, да, благодарности? Вы знаете, прекрасно. Да? Ну... Вот вы сэкономили 6 тысяч рублей на ком, на ипотеканах, на дьякане, на мне. Сэкономерно. Ну, редкие. Вам это не стыдно? Я полгода езжу по приходам и первый раз с этим сталкиваю. Вот отцам с 30 приходов, на которых я езду, есть где взять. Вам не где взять. Я вам так скажу. Значит, у вас есть шанс, догладите, да, возместить, так сказать, этим ребятам, да, то, что вы так оскорбительно им не дадали. Это оскорбительно. Мне обидно, например. За что вы меня так относитесь? Кому? Я... У меня сегодня было... Сегодня, отец, сегодня было... Вы мне не выходите от тем. Вы мне скажите, я уже... Я уже полторы тысячи. Я, я... Убирайте, пожалуйста, подождите. Вы хотите сказать, хорошо, мне вводите передать, что вы не в состоянии управлять этим приходом, правильно? Ну... Да? Этот приход, этот приход. Нет, отец, я подтянула такую сумму. Отец, отец, остальные суммы вы нашли. В прошлом году, вот вы мне не надо дурить. Я вот это не люблю. Вы меня не раздражаете сейчас. Вы мне, не втирайте, что у меня нет. Вы мне сказали. Вам приехал, Владыка, вы хотите, чтобы было все по-плохому? Вам будет есть Владыка каждый месяц. Вы этого хотите. Вот вы... На полтора года Владыка третий раз комитет. Послушайте, отец говорит, вот скупой платить власть. Вы вот это сэкономили. Хорошо. Вот я вам могу сказать, вам эта экономия обойдется в десять раз дорого. А Владыка сам сказал, я приезжаю на переход. Нет, на бензин. Что? Оскарный день у вас. Я не понял, что значит Владыка сам сказал. Владыка нам в прошлый раз, в прошлый раз он говорил, да? Говорил. Все мои. Да. Мне он вчера только говорил. Вы все нашли, тут же все нашли. Твердое слово услышали, тут же нашли. Поставим здесь на паузу. Вообще, конечно, крайне тяжело все это слушать и неприятно. Еще вот этот секретарь там спрашивает, вам не стыдно, да? Мне лично стыдно было слышать эту запись. Но давайте, прежде чем продолжить, познакомимся с действующими лицами, да? И с местом действия вот этой драмы. Итак, дело происходит в Валузской епархии. Я впервые узнал о ее существовании благодаря вот этой аудиозаписи. Валузская епархия была выделена от Белгородской епархии несколько лет назад, в 2015 году, если я не ошибаюсь. Управляет Валузской епархией епископ Сава. Секретаря его зовут Ирей Вадим Лебедев. А священник, у которого происходила та самая служба, это протеерей Игорь Рыбалкин. Он является настоятелем храма Святили Николая в селе Самарина. И на сайте епархии мы можем найти новость о служении Владыки Савы вот в этом храме и фотографии с той самой службы, на которой вот так вот были оскорблены приближенные Владыки Савы. Вообще, конечно, меня вот всегда, ну, мягко скажем, удивляло вот это наполнение епархиальных сайтов, до этого там епархиальных газет, журналов, вот это постоянно там новости, новости епархии. Владыка отслужил там, Владыка отслужил сям. Это что за новость такая? Архиерей совершил литургию. Что это за новость? А срочно в номер. Вообще-то никакая не новость. Это его прямая обязанность как священнослужителя. Ну, вот тут в этом случае пригодилась данная практика, и мы теперь можем увидеть фотографии. Вот смотрите, в какой храм приехал Владыка. Третий раз за полтора года. Вот с этого храма епархиальная секретарь хочет содрать лишние шесть тысяч. Видите сами, да, сколько народу собирается в храме. Это на архиерейской службе. Да, кстати, раз уж мы стали рассматривать фотографии, обращу внимание на вот эту, поясню для тех, кто не в курсе. Настоятель храма, протеерей Игорь, стоит на самом последнем месте на службе, а секретарь Владыки, тот самый Иерей Вадим, униженный и оскорбленный, стоит на более почетном месте. При том, что этот Иерей Вадим был рукоположен в Сан Пресвитера 17 декабря 2017 года. То есть, на момент совершения этой литургии он был священником чуть более трех месяцев. А вот протеерей Игорь, помимо того, что он имеет Сан Протеерея, он еще вообще-то и рукоположен был в 2002 году. Так на основании чего священник, рукоположенный три месяца назад, стоит впереди протеерея, рукоположенного 16 лет назад? Просто потому, что он секретарь? На литургии нет секретарей. Это вне службы ты секретарь, а на службе ты просто священник, становись по старшинству. Последним он должен был стать. Но, конечно, по сравнению с тем, что мы слышали, это, в общем-то, мелочи. А вот фотографии тех самых униженных и оскорбленных, которых должен был отблагодарить отец Игорь. И не только отец Игорь, но и остальные священники этой Валуйской епархии, которых навещал владыка Савва. Кстати говоря, навещал он их весьма часто. Я посмотрел на сайте Валуйской епархии, там новости о служении архиереи. Я вот узнал, подчитал, не знаю точно или не точно, но подчитал, что 13 раз владыка за минувший месяц выезжал в разные храмы, преимущественно сельские храмы, для совершения там литургии. И, соответственно, вместе с ним выезжали и вот эти все секретарь, и вот эти данные люди на фотографии. Я вот скажу, что думаю, а почему вообще священники должны платить что-то вот этим людям? Их нанял владыка, он их работодатель, он и должен им платить зарплату. Почему это там владыка говорит, всем моим дай? Дорогой владыка, а вы не хотите сами всем своим дать? Ведь из этих ипподеканов вырастают потом священники. Какие священники из них вырастут? Если они уже сейчас, будучи ипподеканами, имеют такую спесь, что типа обижаются, если им на сельском приходе не дали по тысяче. Я помню еще, когда был преподавателем в Московской Духовной Академии, сталкивался вот с такими кадрами, подходят, они всегда не приходили вовремя, они числились там как семинаристы, но при этом практически не ходили на занятия, и сдавать приходили не со всеми. А вот ловят где-нибудь в коридоре и говорят, вот батюшка, или тогда я был еще не священником, просто Медянин Юрий Валерьевич, вот можно, вот я вот ипподекан такого-то владыки, я ему говорю, ну поздравляю вас с тем, что вы ипподекан, дальше что? Вот мне надо сдать экзамен или зачет, хорошо, готовьтесь, давайте. Ну вот там, может быть, как-то можно, можно что, спрашиваю. Ну вот там вот владыке не понравится, если я получу там нехорошую оценку, ну так постарайтесь, подготовьтесь, получите тогда хорошую оценку. А то вот я их спрашивал, там не помню, многих ли, но одного или двух спросил, а то, говорю, могу позвонить вашему владыке и спрошу, вот он как бы вам благословлял такие разговоры со мной вести. Сразу быстро все проходило, сразу спесь эта вся улетучивалась с них. Ни один из тех вот ипподеканов, кто ко мне так подходил, не получил от меня хорошей оценки просто потому, что ипподекан. Учили и сдавали наравне со всеми. Ну вернемся к нашей ситуации. Вот этот секретарь, ему за что деньги платить? За что? Что он сделал? Он просто приехал как балласт с ладыкой. Постоял там на службе, кстати, не на своем месте. Сказал там пару возгласов. Потом поел на общей трапезе, которую всегда накрывают по такому случаю, и свалил оттуда. Так за что ему еще деньги платить? Вот Ирей Вадим, вот ему хотелось бы спросить, за что тебе деньги? Там стыдно должно быть стать этому священнику, который тебе денег не дал, а тебе не стыдно? Ну давайте вернемся к записи, еще послушаем. А тут вы, у меня нет, у меня нет. Я знаете, сколько этих песен слышал, у меня нет. И вашу песню я не принимаю. Вы меня не любите. А лучше подумайте, как это заговорить. У вас еще шанс есть, вот 6 тысяч вернуть, дать, сказать спасибо. Все, извините. Больше так не повторяйте. Вы же не глупый человек, или вы глупый человек, я не понимаю. Вот вы сэкономили, я вам обещаю, я секретарь, вы меня обидели. Вот вы меня просто обидели. Я не понимаю, почему ваш приход должен меня награждать, мы ее преступники, меньше, чем вы, почему я не понимаю. Потом я вам так скажу, у вас не самый длинный приход, я был на длинных приходах, и все равно, а не следует следствия, поблагодарить Владимиру, поблагодарить ее. Я когда прослушал первую минуту вот этой записи, то подумал, что хуже уже быть не может. Но вот этот Вадим Леведев, каждый раз открывая рот, опровергал вот это мое мнение и показывал, что нет, может быть хуже. Сейчас он признался, что он видел еще более нищие приходы, чем у отца Игоря. И там он выжимал деньги за свое присутствие в благодарность. Просто слов нет. Поблагодарить надо за его присутствие. Я бы вот за его отсутствие поблагодарил. Он еще цинично говорит, что те священники там пели ему песни, что вот, мол, нет денег, да, песни они ему пели. Впрочем, о чем я говорю? Скажу прямо. Я считаю, что этот человек не должен быть священником. И ведь при этом многие, в том числе и прослушав вот эту запись, они будут говорить, вот она, церковь. Это что, вот это Леведев церковь? Этот Леведев не церковь. Вот отец Игорь, который с ним разговаривает, церковь. Прихожане отца Игоря, церковь. А вот данный епархиальный секретарь, это просто вож, присосавшийся к телу церкви и сосущий из него кровь. Напомню слова одного церковного деятеля 20 века, который говорил, что всякий грех в церкви – это грех не церкви, но грех против церкви. И другой церковный автор того же времени говорил о неком темном двойнике церкви, который состоит вот из такого рода людей, проникших в церковную ограду. И это проблема, и это беда, и с этим надо что-то делать. И поэтому я решил, в том числе поэтому, сделать вот это видео, потому что о таких вещах молчать, я считаю, неправильным. Во-первых. А во-вторых, я понимаю, что вот то, что отец Игорь сделал эту запись и выложил ее, это с его стороны просто жест отчаяния. Он ничего не может сделать. Обычно священник на другого священника может пожаловаться архиерею. Кому он здесь будет жаловаться? Архиерею на его собственного секретаря? Как будто архиерей не знает, что его секретарь делает? Там этот Иерей Вадим говорит, что он поехал на этот разговор по благослоению архиерея. Вы, Владыка, оскорбили. Владыка, вы оскорбили. Владыка, вменею от вашего поступка. Вот и все. Вот что вы добились? Я почему? Я к вам приучался сейчас. Меня Владыка погнал к вам. Мне хотелось еще ехать к вам. Из-за вашего поступка этого. Так что делать? Кому жаловаться? В патриархию разные примеры я слышал. Я слышал примеры, когда после таких жалоб действительно приезжала проверка из Москвы, и архиерея даже снимали. Бывало такое. Слышал я и о других случаях, когда жалобы возвращались просто архиерею, на которого жаловались. Но даже если бы здесь был бы тот самый хороший случай, и за то время, пока бы в Москве эта бумага ждала своего часа, когда на нее кто-то обратит внимание, что осталось бы от этого батюшки там? Конечно, приезжая к вам на приход, я тебе говорю, троекратно все проверяю. Вас прижимать в угол и говорить так, выплатить его, или вот так вот прижимать в угол и говорить. А вы мне говорите, я к вам отношусь по-человечески. Относится по-человечески, делает все по-человечески. Вы сделали по-свенски. По-свенски вы сделали. Так и говорите. И все. И не надо мне там. У меня нет, у меня нет. Вы меня, я говорю, в доходную часть не надо меня погружать. Не надо каши по тарелке разной. А как мне жить? Как мне жить? Отец, извините. Увольняйтесь. Пишите прошение. Что вы мне-то это говорите? В общем, я очень переживаю за протеире Игоря. Я убежден, что единственная возможность к тому, чтобы эта ситуация как-то нормально бы закончилась, или даже по-христиански справедливо бы закончилась, это максимально широкая огласка и церковное обсуждение. В сегодняшнем Евангелии были такие слова о том, что свет пришел в мир, но люди не приняли свет, потому что возлюбили тьму, ибо дела их были злые. Все вот такие секретари, они свои делишки во тьме привыкли обделывать. И не настолько наивны, чтобы думать, что данный Иерей Вадим, он один такой. И данный разговор, он был один такой. При этом не все такие, да, не все такие, и владыки не все такие, и прахиальные секретари, думаю, не все такие. Я слышал истории про других владык. Ситуация разная, и люди разные. Но проблемы есть. Если, даст Бог, реакция будет, священноначаля, здоровая на вот этот скандал, то и следующие, и прахиальные секретари будут немножко скромнее. Я понимаю, что, конечно, мирянам это все знать неприятно. И я прошу прощения за то, что пришлось вот это все обсудить. Но, на мой взгляд, все-таки полезно знать об этом темном двойнике церкви. Я вот скажу немножко из своей жизни. Когда я только пришел в церковь, через два года начал алтарничать, и вот в алтаре я от священника одного наслушался вот таких историй в вагон. И, в общем-то, это было полезно. В том смысле, что я знаю, что это есть, это есть от людей. Но я сам пришел в церковь ради Христа. И здесь, в церкви, я обрел Христа. И здесь, в церкви, я имею отношение со Христом. И Господь меня спасает и преображает здесь, в церкви. Несмотря на мои грехи, несмотря на грехи других людей, которые здесь есть. И, может быть, я не знаю точно, это не то, чего я желаю всем услышать на самом деле, но, может быть, то, что я всего этого наслушался, это было некой прививкой от разочарований. Я не собираюсь ограничиваться одним лишь вот этим видео. Я написал также в Управление делами и патриархией с просьбой обратить их внимание, если они еще не обратили внимание, на вот данный вопиющий случай. И, соответственно, буду следить за развитием вот этой ситуации. И о том, чем она закончится, надеюсь, вот удастся также вас проинформировать. Некоторые молодые ребята, миряне о знании, вот говорят из-за таких случаев, что вот не хотим идти в священнике, чтобы вот с таким вот не столкнуться. Ну, на мой взгляд, если ты ищешь возможность послужить Богу в священном сане, неужели тебя может остановить вот такая вот вожь, присосавшаяся к телу церкви? Я убежден, что христианин, принимая решение, не должен руководствоваться страхом. И я очень уважаю этого священника, который опубликовал данную аудиозапись, поскольку это поступок действительно человека, который не руководствуется страхом. На мой взгляд, поступать надо всегда по совести. Если даже в мирском отношении ты проиграешь, по крайней мере, сохранив совесть, ты победишь как христианин. Что еще можно тут сказать? Очень жаль, что такие люди занимаются вот такими вещами. Как я уже говорил, я слышал, что где-то там конверты и так далее, но что вот так вот происходит, для меня это новость. Но самое плохое не то, когда есть проблема, а то, когда проблема не решается. Я надеюсь, что вот эта проблема, которая раскрылась через эту аудиозапись, все-таки благодаря общественно-церковному вниманию будет решена. И сама эта история, я думаю, для Ирея Вадима, это такое вот хорошее напоминание о том, что Господь и есть. И тогда, когда ты уже думаешь, что все уже под контролем, Господь о себе напоминает. Некоторые могут сказать, ну вот, там, зачем обсуждать, зачем вот предавать огласки, там, чужие грехи и так далее. Ну, во-первых, огласке уже все предано, поэтому замалчивая здесь нет никакого смысла. Во-вторых, дело в том, что если бы Ирей Вадим совершил какой-то грех, в нем бы каялся, прекратил бы его совершать. Конечно, нужно было бы, нужно было бы покрыть любовью. В данном случае, сами вы слышали, он считает, что каяться должен священник, которому денег не дал. Здесь не то, что покаянием не пахнет, это вообще сатанизм какой-то, здесь все перевернуто с ног на голову. Он считает, что этому священнику должно быть стыдно, это он должен каяться за то, что не дал или даже не додал. Там в конце он говорит фразу, из которой можно понять, что отец Игоря все-таки дал им деньги, просто мало дал. Вы все ли втихаря? Бог, вот вам, Господи, кана, крепите. Втихаря это было сделано. Это свинство. Еще апостол Павел упоминал о том, что он получал скорби от лжебратьей. Эти скорби от лжебратья, они, конечно, наиболее тяжелые, потому что от внешних-то, ну, понятно все, а вот от тех, кто называется братом, стоит рядом с тобой престола, получать вот такие вещи, это, конечно, наиболее тяжело. В общем, да укрепит Господь отца Игоря, и я надеюсь, что в скором времени эта проблема все-таки будет решена. Дай Бог, чтобы в священном начале навело порядок у Валуйской епархии, потому что то, что там происходит сейчас, порядком никак назвать нельзя.